Итак, что нужно знать о пенсии людям, родившимся в 1967 году и позже? Ну, во-первых, то, что пенсии формируются из двух составляющих – страховой и накопительной. Важно учитывать тот факт, что граждане имеют право инвестировать средства накопительной части пенсии либо в государственный сектор, либо в негосударственные пенсионные фонды и частные управляющие компании. Однако, если до 1 января 2016 года вы ни разу не выбирали способ инвестирования, то на данный момент у вас идет формирование только страховой части пенсии. Если же вы относитесь к категории активных граждан и до 2016 года документально оформили накопительную часть пенсии, то и сейчас вы вправе выбирать способ ее инвестирования. Для обоих этих категорий очень актуально, что сейчас, в данный момент, они подвергаются массированной информационной атаке со стороны государственных пенсионных фондов. В частности, по домам ходят неустановленные граждане, которые предъявляют недостоверные документы. И частенько преподносят недостоверную информацию, которая заключается в том, что им говорят, вы должны что-то перевести срочно, иначе государство отнимет пенсию. У вас пенсия будет маленькой, если вы срочно не переведете свои средства пенсионных накоплений в тот или иной негосударственный пенсионный фонд. Часто называется конкретный пенсионный фонд. И чаще всего эти граждане представляют сотрудниками пенсионного фонда Российской Федерации. Сегодня попасть в подъезд многоквартирного дома даже при наличии домофона не составляет особого труда. В последнее время в гости к рязанцам без их приглашения все чаще захаживают представители пенсионного фонда. Какого именно, они, правда, не уточняют, зато просят предъявить им паспорт или СНИЛС. Был дело, вот недавно приходили молодые люди и представились сотрудниками пенсионного фонда. И при этом они вот сказали, что если вы не переведете накопительную часть пенсии в государственный пенсионный фонд, то там государство отберет у вас. И просили еще сфотографировать паспорт, СНИЛС. Но они, конечно, не вызвали у меня доверия. Сотрудники государственного пенсионного фонда напоминают, они не осуществляют поквартирный обход населения. Открывая дверь незнакомым людям, нужно понимать, что в лучшем случае ими могут оказаться представители негосударственных пенсионных фондов. А в худшем это могут быть мошенники или даже бандиты. Поэтому пускать их дальше порога не стоит, а уж тем более предъявлять паспорт или СНИЛС. Иначе, отправившись на поиски документов, вы рискуете остаться в лучшем случае без кошелька. Или же ваши персональные данные могут быть использованы в различных криминальных схемах. А если даже перед вами реальный представитель негосударственного пенсионного фонда, не спешите подписывать какие-либо документы. Ведь выбор определенных способов инвестирования может быть связан не только с доходами, но и с убытками. В частности, согласно действующему законодательству, выбирать способ инвестирования, то есть менять негосударственный пенсионный фонд, переводиться из НПФ государства, из государства в НПФ, можно только раз в пять лет. То есть без убытков формирования пенсионных накоплений средства будут переведены только через пять лет после подачи заявления. Есть также досрочная форма. Это то, чего добиваются те, кто ходит по домам. Когда человек раньше пятилетнего срока переводит средства своих пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд, тогда он может, во-первых, потерять инвестиционный доход за это время, за этот год или два или три года. И второе, если будут убытки в формировании пенсионных накоплений, никто не будет гарантировать этому гражданину номинал. Так что решение по поводу формирования пенсионных накоплений нужно принимать взвешенно. Ознакомиться со всей необходимой информацией можно на сайтах негосударственных пенсионных фондов и на официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok